Здравствуйте! Расскажите, какие налоги, давайте напомним рязанцам, да, какие налоги, в какой срок уплачивают физические лица? Ну, действительно, я думаю, не лишним будет напомнить, что физические лица у нас уплачивают три вида имущественных налогов. Это земельный налог, как следует из названия, за земельные участки, находящиеся в собственности или на праве владения. Это транспортный налог, уплачивают автомобилисты у нас с вами, да, и налог на имущество физических лиц, который уплачивается за объекты капитального строительства. Квартиры, дома, гаражи, дачи и так далее. Вот три вида основных налогов. И что касается срока, то на территории Российской Федерации установлен единый срок уплаты имущественных налогов. Это 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. То есть, проще говоря, в этом году по сроку 1 декабря рязанцы, впрочем, как и все остальные владельцы имущества, наши россияне, да, будут уплачивать имущественные налоги за 2016 год. Каким способом они могут узнать, какие налоги надо платить, в какой срок, когда? Вот есть, наверное, разные, да, способы уведомления граждан? Да, конечно. Ну, во-первых, я хочу сказать, что физические лица у нас уплачивают имущественные налоги исключительно на основании налогового уведомления. То есть, они самостоятельно не исчисляют имущественные налоги, они ждут получения уведомления и уже на основании документа, который прикладывается к нему, платежного документа, осуществляют оплату налогов. Ну, что касается уведомлений, то, обращая внимание, рязанцы в этом году получат уведомления в первой половине октября. И так же, как и в прошлом году, они получат сводные налоговые уведомления. Что это означает? Это означает, что они получат в одном пакете документов все необходимые платежные документы и уведомления на уплату налогов на территории всей Российской Федерации. То есть, если, скажем так, приведем пример, у рязанца есть квартира в городе Рязани и есть земельный участок, доставшийся по наследству, скажем, в Тамбовской области, то в этом случае в одном конверте он получит полный комплект и налоговое уведомление за рязанский объект, за квартиру, и точно так же там будет указано отдельно и исчисление налогов и платежный документ по объекту Тамбовской области. То есть, это действительно очень удобно, но и, конечно, это было сделано в первую очередь для того, чтобы сэкономить бюджетные средства, поскольку на формирование и рассылку налоговых документов действительно тратятся определенные денежные средства. Поэтому, конечно, это очень удобно, и наши налогоплательщики уже постепенно к этому привыкают, что им придет один конверт. И еще хотела обратить внимание рязанцев, что не надо пугаться, опять в очередной раз на конверте будет стоять штамп Нижнего Новгорода. Почему-то, несмотря на то, что уже не первый год такая рассылка у нас, рязанцы очень пугаются того, что стоит штамп у нас города Нижний Новгород. Действительно, рассылкой у нас занимается специализированное подразделение, это федеральное казенное учреждение, налогсервис, филиал в городе Нижний Новгород. Поэтому это нормально, ждем, соответственно, конверт с документами. Отлично, что мы их предупредили заодно. И вот те рязанцы, у которых есть личный кабинет, приходят ли им уведомления, или они уже там могут погасить свои налоги и оплатить? В прошлом году первый раз, а в этом году второй раз те пользователи, которые у нас подключены к личному кабинету налогоплательщика, это официально совершенный сервис на сайте налог.ру, вот эти физические лица у нас не получат документы платежные и уведомления на бумажном носителе. Сделано это было, конечно же, с целью привлечь внимание к нашему сервису, и это действительно очень удобно. Проще даже еще сказать на примере, скажем, если рязанец, который подключен к личному кабинету, увидит у себя в сервисе платежный документ, скажем, уже 1 октября, то те, кто не подключен, получат на бумаге, естественно, значительно позже. То есть очень часто нас даже просят подключить именно к массовому периоду рассылки к личному кабинету, потому что это очень удобно. Но эти рязанцы у нас не ждут на бумажном носителе, они должны освежить в памяти свои пароли доступа, если подключались ранее, и уже осуществить вход в личный кабинет, и там они действительно все увидят. Ну а есть те из них, кому необходимые уведомления? Такое случается? Да, ну, знаете, бывает иногда, что люди как-то больше бумаги доверяют, действительно, есть такой момент. Тоже, в общем-то, есть такая возможность в сервисе. Для этого только необходимо направить в налоговую инспекцию уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе. Да, причем этот документ можно направить как из самого личного кабинета, такая возможность есть. Для этого его нужно подписать электронной подписью. Несложная процедура, инструкция в сервисе содержится, в общем-то, это буквально 10-15 минут займет. Либо просто на бумажном носителе направить по почте или принести в инспекцию. Ну, то есть, в принципе, так же через личный кабинет, через интернет можно запросить себе эти, да, все бюрократические моменты. То есть, если есть желание подержать конверт, да, скажем так, в руках и платежный документ, ну... Что удобнее, интернет или вот все эти бумажки? Для налоговых органов очень удобно осуществлять такое бесконтактное взаимодействие. Но я хочу сказать, что это, скажем, обоюдная выгода, потому что действительно личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, он не только дает нам преимущество, поскольку мы, скажем так, не тратим ни бумагу, да, на рассылку документов, не тратим какое-то время на, скажем, на какое-то извещение налогоплательщика по тому или иному вопросу. Но для плательщика это еще более выгодно, потому что, во-первых, он имеет возможность полностью, как бы, да, обозреть картину своих налоговых обязательств, то есть, что, какое имущество у него находится и какая информация о нем содержится именно в информационных ресурсах налоговой инспекции. Потому что очень часто бывает, да, что, так сказать, налогоплательщик может забыть о том, какие, скажем, у него объекты, такая тоже бывает ситуация, что действительно кто-то оформляет, скажем, когда-то давно, да, значит, земельные участки, очень часто бывают такие ситуации, земельные паи, сельскохозяйственные паи, вот, а потом вдруг внезапно оказывается, что они вроде бы как их продавали, но на самом деле, так сказать, они числятся в собственности у плательщика. Вот, поэтому я хочу сказать, что это, во-первых, да, то есть полная картина, что, какие налоги на основании какого имущества исчисляются у физического лица. Плюс, естественно, полностью возможность осуществить погашение задолженности, поскольку сразу видно, если есть задолженности или переплата, то есть контролировать свое состояние расчета с бюджетом. Есть очень интересная возможность заполнить и тут же, собственно, не отходя вот с места, отправить декларацию по форме 3НДФЛ. Тоже достаточно часто пользуются у нас этим плательщики, не только в период декларационной кампании, когда нужно отчитаться о своих доходах, но и в случае получения вычета, скажем, в связи с приобретением квартиры, лечения, обучения там себя и своих детей и так далее. То есть такая декларация, она совершенно спокойно отправляется из личного кабинета. Так, ну а какими еще способностями, возможностями обладает личный кабинет на сайте? Ну, здесь, наверное, хотелось бы еще, все-таки, еще более, так сказать, подробно остановиться вот на возможности не только увидеть задолженность, но и погасить ее в режиме онлайн. Поскольку, заходя в личный кабинет, те плательщики, у которых есть задолженность, они сразу же видят в верхнем меню наличие красных, скажем так, красной записи, да, вот. Это именно та задолженность, которая числится за плательщиком. И, конечно, очень удобно здесь же, посмотрев, за какое имущество это задолженность, по какому налогу, да, за какое имущество это задолженность, и сразу же здесь погасить. Очень удобно, потому что есть возможность перейти на мобильный банк одного из более 20 банков, которые взаимодействуют с Федеральной налоговой службой. То есть это не только Сбербанк онлайн, да, которым в основном все пользуются, вот, но и более 20 банков, которые осуществляют взаимосвязь с Федеральной налоговой службой. Есть возможность из личного кабинета сразу перейти в мобильный банк и оплатить задолженность буквально в течение двух минут. А вообще до какого числа нашим рязанцам дорогим надо все это оплатить? Еще раз, я думаю, не лишним действительно будет напомнить нашим телезрителям, что 1 декабря этого года необходимо оплатить все имущественные обязательства по налогам за 2016 год. Ну и, естественно, те, кто имеет задолженность еще и более раннего периода, конечно, тоже должны обратить на это внимание. Ну вот у нас вообще много должников, как за последние годы? Видно это? Немножко статистики, да, скажем так. Действительно, несмотря на то, что 1 декабря этого года мы уплачиваем налоги за 2016 год, еще достаточно большое количество граждан, владеющих налогооблагаемым имуществом, у нас не оплатили налоги за более ранние периоды. Это и 2014 год, это и 2015 год. Ну, собственно, вот буквально немного цифр. Если мы говорим по задолженности в разбивке налогов, да, то наибольшая задолженность у нас по транспортному налогу. Ну, я хочу сказать, что традиционно автовладельцы у нас самые неответственные налогоплательщики. К сожалению, вот задолженность по транспортному налогу, она всегда стоит у нас на первом месте. Ну, машин, наверное, больше, чем квартир. Ну, да, на самом деле, ну, скажем, сейчас и недвижимость, конечно, тоже очень увеличивается, количество объектов недвижимости. Но транспорт растет, судя по пробкам, просто в геометрической прогрессии у нас, да. Ну, на втором месте задолженность по имущественным налогам. Ну, и, наверное, самые более ответственные – это налогоплательщики и владельцы земельных участков, потому что задолженность по земельному налогу, она чуть меньше, как бы, да, у нас идет на третьем месте. Ну, вообще, хочу сказать, что вот в настоящее время проводится очень активная работа налоговыми органами. То есть в рамках наших полномочий мы применяем все меры принудительного взыскания задолженности. Ну, конечно, в первую очередь сначала мы призываем к добровольному погашению задолженности, да. Налоговый орган сразу же извещает налогоплательщика о том, что у него есть задолженность. Ну, вот опять буквально немного цифр. За 2015, по обязательствам налоговым за 2015 год, налоговыми органами было направлено более 175 тысяч требований. Это тот документ, который говорит о том, что у налогоплательщика есть задолженность, он обязан ее погасить к определенному сроку, который уже установлен в налоговом требовании. После этого применяются уже меры принудительного взыскания. Поэтому, конечно, мы призываем всех отслеживать свои платежи, отслеживать свое состояние расчетов с бюджетом и в эту категорию должников не попадать. Ну, а что грозит еще тем, кто задолжался с 2014 года еще, например? Ну, общее требование по должникам, оно достаточно серьезное. Значит, за каждый день просрочки платежа устанавливается штрафная санкция. Поэтому, соответственно, чем больше ваша сумма налога и чем больше вы не платите, тем больше пенни будет вам начисляться. Но все же я знаю, что с каждым годом все больше и больше людей платят. Меньше остается должников, правильно? Ну, хотелось бы в это верить. Вот сейчас подведем уже накануне 1 декабря статистику, да, я думаю, еще раз встретимся и посмотрим все-таки, становятся ли у нас рязанцы более ответственными. Очень хотелось бы в это верить. Ну, вроде бы в том году говорили, что стало лучше. В результате чего? Нет, ситуация, конечно, улучшается. Она именно улучшается за счет очень активной работы налоговых органов по взысканию налоговых платежей, конечно. За счет... В том числе и со службой судебных приставов мы очень активно работаем, да. Ну, вот если у кого-то все-таки возникнут вопросы по уплате налогов, куда же владелец налогооблагаемого имущества может обратиться, если у него возникнут какие-то проблемы, и как ему это сделать? Ну, несмотря на то, что широкая, так сказать, да, информационная компания, она у нас проводится, и мы очень активные средства массовой информации задействуем, но, конечно, вопросов много, да. Есть вопросы и по исчислению, есть вопросы у должников, да, связанных с тем, за что, за какой период начислено то или иное пение и так далее, да. Вот. В этом случае у вас, уважаемые телезрители, есть два варианта, да. Ну, первый вариант – это обратиться в налоговую инспекцию непосредственно, да. Вот. Ну, а второй вариант – это все-таки, как мы уже говорили, подключиться к личному кабинету налогоплательщика, посмотреть все свои обязательства. И я хочу сказать, что больше половины вопросов просто отпадают после того, как плательщик заходит в свой личный кабинет, видит подробно все свои обязательства, видит свое имущество, понимает, за что у него пение начислено, да, за что у него идет уже штрафная санкция вот в виде пения, какие налоги были начислены. То есть, действительно, в общем-то, основная часть вопросов, она просто отпадает. Ну, а те, кто, собственно, у кого какие-то вопросы останутся, могут, опять же, из личного кабинета направить обращение с просьбой уточнить ту или иную информацию. Алла Александровна, может быть, вы в преддверии как раз октября пожелаете что-то нашим рязанцам, чтобы они платили налоги, жили спокойно? Конечно, мне все-таки с своей стороны хотелось бы в первую очередь призвать рязанцев не доводить до каких-то крайних мер ситуацию с уплатой налогов и помнить о том, что уплата налогов – это не просто, скажем так, право налогоплательщика, это его обязанность, которая установлена Конституцией Российской Федерации. Поэтому я думаю, что если все налогоплательщики у нас будут обязательными и будут исполнять закон, то нам с вами просто будет легче жить и лучше, наверное. Ну, иначе нечего было покупать машины, квартиры. Ну, можно и так сказать. Спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам, и надеемся, что действительно сможем повлиять и в этот раз на статистику. Спасибо. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.tv. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова